Рождество пришло, радость принесло. Сегодня православные верующие отмечают светлый и радостный день Божьего рождения. Этот праздник символизирует не только единство людей с Богом, но и друг с другом. А потому Рождество принято встречать в кругу близких и друзей. Мы рады приветствовать вас в творческой семье программы «Время. Арт» на телеканале «Витебск». Здравствуйте! В эти праздничные дни выставочная программа преподнесла немало интересных проектов. Причем большинство из них созданы руками детей. Что само по себе делает эти экспозиции невероятно привлекательными. Ведь детская фантазия, искренность и непосредственность не перестает удивлять. Посетив хотя бы одну из представленных в городе выставок, вы не только проникнетесь атмосферой рождественских чудес, а наверняка и сами захотите совершить маленькое чудо. В преддверии Рождества и Нового года в нашем комплексе традиционно ежегодно проходит выставка детского творчества «Каски Роства». В ней принимают участие средние школы, гимназии нашего города, кружки и любительские объединения, которые располагаются и занимаются в нашем комплексе, а также школа выходного дня «Инсайт», детская школа искусств номер 3 города Витебска «Молодик». Тема «Рождество и Новый год». И, соответственно, в зале представлено большое количество всевозможных техник исполнения. И здесь есть, где разгуляться детской фантазии. Ведь что может быть лучше, чем подарок, исполненный руками ребенка, и тем более в преддверии Рождества и Нового года? Наравне с традиционными техниками, такими как керамика, соломоплетение, лозоплетение, в нашем зале можно найти и довольно редкие техники. Например, довольно популярна в последнее время техника квиллинг. Очень красивые, воздушные появляются снежинки. Это техника скручивания тонких полосочек бумажки и объединения их в композицию. И можно сделать как декоративное панно, настенное панно, так и объемные композиции, которые могут помещаться где-то в пространстве. Очень сказочная получается композиция. На выставке «Рождественская сказка» мы представили композицию «Рождество». В ней есть и елки, плетенные из ивы, есть глиняные елочки, птицы, звери, Дед Мороз, сказочный домик. Мы хотели своей композиции вернуть взрослых в сказочный мир, волшебный мир, вспомнить детство. Керамика – это один из самых традиционных материалов Белоруссии. Обычно гончарством занимался мужчина, а женщины и дети лепили цацки, игрушки. И к Новому году особенно. И вот кружок «Ленина цацка» здесь показаны и игрушки, и традиционные, и современные тематики. В этой выставке каждый ребенок, он показал себя как художник, как скульптор. И немножко цвета внесли в керамику, потому что керамика такой цвет, он как бы традиционный, такой охристый, спокойный, а Новый год яркий. И вот это сочетание такого пастельного тона, яркого тона, чтобы был и немножко праздничный мотив. Эта выставка всегда интересна, она очень по колориту интересна, и по тематике, и по различным изображениям. Здесь и скульптурное изображение в кружке, и объемное, и плоскостное, плоскостное решение. То есть здесь решаются многие вопросы и живописи, и графики, и скульптуры, и композиционные какие-то моменты. Батлейка. Батлейка. Еще одна красивая традиция, которая сопровождает рождественские праздники. Такая разновидность кукольного театра зародилась в Беларуси еще в 16 веке. Для батлейчных представлений характерны жанровые сценки, насыщенные юмором и сатирой, а также обязательно пьесы на религиозную тематику. В эти дни белорусская батлейка во всем ее многообразии представлена в Витебском областном методическом центре народного творчества. Здесь проходит традиционная областная выставка батлейок «Калядная зорка». Снуку хочешь пазычить? Не справуй меня молить! И так я блага знать. Пожадать удачи хорам! Удачи! Гэта идея сагольной концепции адрожжения народной культуры, национальной культуры. И, по сути, гэта тенденция характерна для прошлого 10 година, может, крыху болей. Зараз и на самом розквите подбываются фестивали у столицы, у Минску, где удельничают наши майстри батлейчники и артысты. И то, что гэта вельми широкая масштаба набыла для областей, довольно значная падея. На протягу трех тыднёв к нам в центр будут приезжать батлейчные коллективы, коллективы Народного лялечного театра и давать свои представления. Они в этой представлении будут принимать журы, и в вынику будут вызначены лепшие коллективы, лепшие майстри, которые сделали ляльки, ну и выканавцы лепшие. Уличываться будет, по-перше, ответственность традиции, ну и потом креативная трансформация этой традиции на ближание до сегодняшнего дня, до сегодняшнего лидача. Моша! Чёрт-то, не треба никакие базыки, чёрт-то, вспомните пост великий, божечки! Чёрт же может и присниться! Ой, чего ж тут теперь ещё заявиться? Ой! Можешь и не тормываться! Я вот тут хочу я вам прознаться! Голубат, личный герой, як и вы! Да як у вас настрой? Боже, а Боже! Боже, настрой не повал! Боже, милый башка, дуй! Боже, тебе тут не напало! Я не тебе не блага знать! Я ж сказал, торта треба поважать! Ах, поважать! Давай уважу! Я ж тебе повыпью сажу! Будешь помнить! Хоббит! Я не буду! Поплать, дядь, дядь, дядь! Я разговариваю, я клянусь! Да добра я отлукнусь! Ну что, Люция добрая, даруем! Ну так даруем! Так! Даруем! Так же треба даровать! Ну все же, треба починать! Мы использовали несколько, можно сказать, сюжетных линий белорусских драматургов, там, Оляхновича, и задействованы основные персонажи батлейки. То есть это мужик-баба, черт, яурей, ангелы. Но особенность нашей постановки, что у нас не совсем батлейка, потому что батлейка, у нас вообще лёжнинский вариант накручено, потому что лёжно когда-то было в Могилёвской губернии, и как типаж мы взяли Могилёвскую батлейку, а не Витебский жлоб. И где-то, если по модели говорить, то мы взяли, сделали такой вариант сценический, заимствовали немножко у Николая Пенигина, у Тутейши, где вместо кукол играли актёры. Ну, можно сказать, что никаких особенных там перипетий мы не нарушаем, потому что мы, может быть, более выразительно, актёры это более выразительно делают. И, в общем, вместо типажей мы использовали вот настоящих людей, где они играют свой авторский такой шуточный сюжет. По поводу коляд. Коляды на Витебщине, они же очень интересны, потому что, как и по всей Белоруссии, как и по всей Украине, и славянской части Европы, каждый регион имеет свои особенности в батлейке, да? То есть мы знаем, потопчика есть в Докшицах, в Витебске жилок – это своё. Очень интересная батлейка на Городочине. Ну, у нас вот такой вариант, то, что мы сценически попытались сделать. Мы, конечно, очень рады, что в нашем городе есть такой центр народного творчества. Мы здесь частые посетители, и наши студенты тоже любят очень сюда приходить, чтобы знакомиться с белорусской культурой. Ну, и сейчас, как раз перед праздниками, для них это большой интерес посмотреть. Эти традиции белорусские не во всех странах известны, поэтому наши студенты, они в основном из стран Африки, из Азии, они с удовольствием приходят и смотрят на эту выставку. Рождество, сколько бы вам ни было лет, вновь и вновь дарит светлую радость и ощущение приближающегося чуда. Самые настоящие зимние чудеса в эти дни приготовили юные умельцы нашего города. Яркая самобытная выставка декоративно-прикладного творчества проходит в Витебском художественном музее. Здесь представлены елочные игрушки и сами елки, новогодние сувениры и подделки из всевозможных материалов, проволоки, ткани, бисера и даже сено. А вот как смастерить настоящие чудеса своими руками, прямо сейчас расскажут гости студии, преподаватели городского центра дополнительного образования детей и молодежи Елена Петрова и Анастасия Морозова. Ну что, поистине говорят, пришло Рождество, радость принесло. Такую радость вы сегодня принесли нам. Сами такие красивые гости у меня. Не просто так же, правда, Лена, вы в таком костюме сегодня пришли? Не просто так. Мы одновременно принесли праздник в эту студию и всем зрителям, которые будут нас видеть. И мы обозначаем все-таки красное тепло, рождение, жизнь, праздник. Поэтому даже веночки у нас тема зимняя, либо вот Рождество красные веночки. И даже на одежде у меня калядные зорки. То есть этот узор, который наши там прапрапрабабушки, видно, еще оформили в какие века, да? Да, это нам осталось по наследству досталось, потому что здесь зашифрована победа добра над злом. Это богатство, это сила духа человека, который встречает Рождество. Вы не случайно этот узор переняли. То есть вы как бы знали об этом, что это своего рода же оберег, правильно? Это оберег для человека, который способствует его защите. Защите от злых сил и, конечно же, процветания. Поэтому калядные зорки будут не только на мне, но и на работах наших детей. А скажите, вот такой костюм воссоздать, это тяжело? Вот есть же, наверное, какие-то образцы, да? По каким принципам вы не просто так же юбочку подобрали? Я думаю, что нашим детям повезло. Сейчас очень много систематизировано материала на эту тему. Много энциклопедий, которые мы листали предварительно, чтобы вникнуть в эту тему. И, допустим, моя студия при помощи маляванки передает быстрым образом, вот таким вот, быстрой техникой отображает калядные зорки при помощи штампиков. Поэтому здесь на мне работа, которая вышита машином, конечно, способом, но мои дети способны это сделать при помощи маляванки. А на Насте веночек? Вот не важно, что зима, цветы, это все как бы в традициях. Да, конечно. Потому что всегда наши предки почитали природный материал. Природный материал, который окружает. И сейчас нас только главное его увидеть. То есть и правильно собрать, и сохранить. Поэтому вот эти работы, они же отпечатки живого растения, но передают праздник и настроение. Ну, настроение действительно не то, что даже передают, но и создают. Потому что это одна из моих самых любимых выставок детского народного творчества к Рождеству. Сейчас их несколько проходят в Витебске и в художественном музее. Вы принесли работы представить, где ваши детки выставляются. И в Краеведческом музее, и в культурно-историческом центре Двина. То есть разнообразие представлено детского творчества и создают настроение просто бесподобное. Потому что каждый раз открываешь какие-то невероятные для себя просто сюрпризы и возможности из того, что у нас находится под руками. Будь это макароны, пуговицы, какие-то тряпочки, мягкая игрушка. Вы, Настя, да, вон целый нам короб, чемодан принесли зверюшек. И ваши детки тоже очень широко представили свои игрушки на выставке. Да, и в различных техниках, конечно. Там и текстиль, и соломка, и глина. Давайте тогда посмотрим сюжет с открытия выставки «Зимовые цуды», а потом вернемся и продолжим наш разговор. Наверное, Рождество – это самый любимый праздник и для детей, и для взрослых. Наверное, поэтому городская выставка детского творчества «Зимовые цуды» стала доброй предновогодней традицией, которая уже более 10 лет радует жителей и гостей нашего города. В этом году на выставке представлено более 270 работ из 27 учреждений общего, среднего и дополнительного образования. Тематика работ, представленных на выставке, очень разнообразна. Это и панно, на которых изображены традиционные библейские сюжеты, а также работы, отражающие тематику, и праздники Нового года и Рождества. Работы выполнены в различных техниках декоративно-прикладного творчества с использованием различных материалов. Это и керамика, и текстиль, и природный материал, и бисер. А также работы выполнены из нетрадиционного материала, и работы выполнены в авторских техниках. Надо отметить, что в рамках выставки проходит еще и конкурс, городской конкурс в «Ветенанке». Конкурс также является традиционным. В этом году все работы, представленные на конкурс, мы оформили в отдельную экспозицию и представили на выставке. Начинается, конечно, все с самого начала, с самых азов, с покновенных снежинок, гирлянд на Новый год. А потом уже посложнее, посложнее даже сами не замечают, как начинают вырезать действительно такие серьезные вещи. То есть они, ну это же не с один урок, а сначала одно, потом другое. Потом, когда это все вместе соединяешь, смотришь, а, это я сделала, неужели это. А у нас каждая практически работа, это каждый подарок. То есть они все работы забирают домой, обязательно кому-то это подаришь, кому-то это сегодня занесешь, а что ты скажешь при этом. То есть каждая вот эта работа не просто, что принес и положил на полку, а для чего. То есть как ты назовешь свою игрушку сегодня, кому-то ее отдашь, кому подаришь, чтобы она не лежала где-то в ящике, а у кого-то жила. Для меня Рождество — это, прежде всего, какой-то праздник, такой праздник ангелов. И для своих родных я готовлю соответствующие подарки, и эта тема очень ярко отражается в моих работах. Когда я делаю подарки для своих близких, я думаю о том, для кого этот подарок, думаю о том, понравится он ему, не понравится, о его характере, о том, как он это воспримет. И вкладываю вот все, чтобы понравилось. Я на эту выставку мастерила домик. Мне очень понравилось его расписывать, и я хочу этот домик подарить своему брату. Мне очень нравится ходить на глину и воплощать свои мысли в реальность. Когда я делала свою работу, я фантазировала на тему Новый год. И я думала, какое творчество само будет, какая сама работа представлять себя будет. И, в общем говоря, получилось неплохо, как я понимаю. На эту выставку я представила свою работу несколько домиков для создания деревни. Их я расписала акриловой краской, а сделала сами домики из глины на кружке керамики. В этом году мы лепили очень много петушков. В прошлом году там были обезьянки, лошади. Это тот кусочек счастья, который ты своими руками приносишь домой и даришь своим самым дорогим и близким людям. И он заменяет весь Китай, весь Шерпотреб, все то, что везется к нам из-за рубежа. А это все наше родное, белорусское, наше любимое. Те работы, которые представлены на этой выставке, заставляют говорить о том, что у детского творчества нет границ. А у границ профессионального роста педагогических работников также не имеется. Дети, которые попадают в наше учреждение образования, учатся о сам творчестве. И, конечно же, в будущем они становятся профессионалами своего дела, потому что педагоги обучают им многим интересным моментам. Как вы их вовлекаете в это творчество? Ну, конечно, мы просматриваем очень много различных в интернет сайтах картинок. Также я показываю свои какие-то готовые работы. Придумываем какие-то идеи, а потом их воплощаем в течение двух месяцев и готовимся к этой выставке. А что детям особенно нравится изготавливать? Или это просто уже как задание формируется? Ведь Новый год, вот как обезьянку, прошлый был год, этот год петуха, и детям интересно эти игрушки создавать. От этого зависит же тоже, наверное, какое-то направление? Ну, конечно. Символ года обязательно это какие-то зверушки. Они очень любят и в различных техниках. В этом году мы широко используем технику папье-маше в сочетании с текстилем. Им это очень понравилось. Даже на выставке зимовой отсюда представили большую таксу техники папье-маше, разукрашенную. И там мы используем декупаж, ну и сшитые какие-то элементы. А моя как барышня зовется? Это куколка, пришедшая к нам из-за границы. Это Тильда. Тильда. Делают, мастерят и хорошие подарки для своих близких и родных. Да, конечно. Тильда популярна сейчас, но также очень распространена авторская игрушка. Вот представлен Дед Мороз и Снегурочкой. Когда сами мы придумываем выкройки, и потом уже по ним работаем. В основном это вот эти все мои работы, это все авторская работа, авторские выкройки. Мягкая игрушка, я помню, всегда была очень популярна у детей. Но вот чтобы с природным материалом сейчас дети так активно работали, давно не встречала. Вот даже, может, благодаря вам, Лена, что вы так популяризируете это творчество, а ведь оно древнее. Да, древнее это творчество, потому что еще наши предки использовали природный материал в праздниках, конечно же. Мы помним чучело весны, которое сжигают, это сенопластика, салумопластика, накаляды. Когда молодежь наряжалась старую одежду, брали калядные зорки с собой, то есть они были пятиконечные. Вот я вижу по материалам, по картинкам, да. И этот природный материал и также текстиль, это валяние, оно присутствовало в этом празднике. Мои дети часто задают вопрос, а почему восьмиконечная калядная звезда? Вы знаете, я им объясняю, что она может иметь различное количество лучей. Один луч – это когда мы увидим на иконе луч отца Бога, который падает на рожденного младенца, сына Христа. Даже есть зорка калядная с четырьмя лучами. Есть с пятью лучами шестиконечная зорка Давида. Это тоже встречается калядная зорка. Семиконечная, когда к шести лучам прибавляли еще седьмой луч. И, конечно же, очень распространенная восьмиконечная звезда, которую мы всегда встречаем на иконе Рождества Христова, где восьмиконечная звезда часто встречается в детском творчестве, в творчестве современном. И четырнадцатиконечная калядная звезда, которая обозначает четырнадцать остановок Христа в движении к Иерусалиму. Ее можно увидеть в Вифлееме, в церкви Рождества Христова. Она сделана из серебра и имеет четырнадцать лучей. И эта звезда была сделана в древности, то есть в честь, в дар рождения Иисуса Христа. И, вы знаете, об этом мне рассказала очень добрая женщина, которая посетила Иерусалим. И видела ее, преклонялась ей и очень много говорила о том, какое настроение это ей придало. Знаете, на сердце сразу милосердие, добро. Хочется любить весь мир. Да, улыбаться, как вы сейчас улыбаетесь. Потому что это такой праздник, действительно светлый и радостный. Хотелось бы, чтобы это не только в праздник так люди передавали свою улыбку, радость уделились и милосердием, и подарками как можно чаще. Но здорово, что это такой замечательный праздник, к этому предполагает. И хотела следующее задать вопрос. Вопрос, ведь много объектов на выставке «Зимние чудеса», которые представлены в художественном музее. Несколько вот, чему они вот именно посвящены, эти ваши природных, из природных материалов объекты? В этом году, конечно, традиционные елки обязательно присутствуют, которые немножко стилизованные. Очень интересная елка получилась у Екатерины Халюлиной, которая была сделана чистая стена. Она имела рост где-то метр семьдесят. И она сейчас в Минске. Проходит очередной этап конкурса. Также колядная зорка. Самая популярная работа – это колядная зорка. У нас они восьмиконечные и сделаны из природного материала с добавлением различных элементов, может быть, каких-то искусственных предметиков. Очень популярны ангелы, сделанные из природного материала. Обычно это очень удобно использовать сено. Сено, которое легко валяется при помощи ниток. И из-за этого можно выполнять различные фигуры. Сколько они служат, эти фигуры? Если их очень любить, относиться к ним… Лилеясь. Лилеясь, да. Они будут с нами очень долго. То есть ухаживать немножечко. А так они очень тёплые и милые создания из сена. Очень популярны, конечно, работы сувенирного такого ряда. То есть это могут быть шары, различные элементы украшения ёлки с элементами соломы, рогоза, ситника. И, конечно же, сухофруктов любимых, которые дети очень легко могут приготовить для этого, засушить, найти для этого. И, конечно же, немножечко чего-нибудь яркого, искусственного материала. Выставка же, Настя, традиционная. Конечно, она проходит не первый год в художественном музее. Да, зимовые отсуды каждый год. И это на радость детям и взрослым. И её целью является развитие, популяризация народного творчества. Поэтому это очень актуально. А скажите, сколько работ было представлено? В этом году около 300 работ. 100 из них отмечены дипломами различной степени. То есть практически все дети что-то получат себе в подарок. Ну, эта же выставка организуется при помощи католической церкви. Она ещё начинается, эта выставка, накануне католического Рождества. И продлится до православного и ещё до Старого Нового Года, считай. Поэтому, кто не познакомился с этой выставкой, сможет это сделать в эти рождественские дни. И дети поощряются. Для них это обязательно? Нет, конечно, не обязательно. Главное участие? Главное участие. Ну, все хотят поучаствовать. Конечно, некоторые обижаются, когда какого-то диплома не получили. Тогда они стремятся к лучшему. И следующий год опять готовятся. То есть стимул своеобразный, да? Что нового за эти годы, возможно? Я каждый раз нахожу для себя какой-то предмет самый необычный. То есть понятно, что же и ёлочки разнообразные из макарон, и шары меня покорили в этом году из лозы, которые прозрачные, как кружевные. То есть каждый год я для себя выделяю особенно понравившуюся мне игрушку или предмет. Вы для себя делаете открытия, у своих коллег учитесь, подглядываете, замечаете. Дети кто-то вам открывает на что-то новый взгляд. Это обязательно, потому что дети помогают нам это лучше увидеть, их желание. То есть пройдя многие техники в студии, техники изготовления различных народных предметов нашего быта, то есть мы можем их смешивать. Поэтому на выставке всегда разные. Они всегда очень яркие, потому что мы сами удивляемся, как вдруг появляются необычные, неординарные авторские работы. Сами же дети предлагают использовать необычные техники и материалы. Например, природный материал очень тепло сочетается с маляванкой, сольном, керамикой, ткачеством и войлоковылянием. Поэтому работа будет, я думаю, очень интересная благодаря этому. И каждый раз я тоже сама удивляюсь, как мои коллеги представляют детские работы, которые имеют очень хороший вкус. Вы знаете, и очень хорошая подача материала, которые очень аккуратны, эстетичны, и масса фантазии, детской фантазии. А сколько направлений вашим объединением дополнительного творчества, декоративно-прикладного творчества, которое находится на Жестково? Правильно адрес ваш? Жестково-19. Жестково-19. То есть есть филиалы, да? Да, это наш филиал. Там изобразительное творчество и декоративно-прикладное. Сколько направлений и видов кружков, то есть по направлениям, сколько кружков работает? Изо-направление, маляванка, солома плетения, глина, авторская игрушка и кукла. Качество, роспись по стеклу, батик. И в основном традиционные ремесла, которые очень важны сейчас для детей. Бисероплетение. Да, бисероплетение очень популярно. Очень много, кстати, изделий из бисера представлено на выставке «Зимние чудеса». И дети активно приходят сейчас заниматься творчеством? Они всегда заинтересованы, знаете, получить новые знания, конечно, пообщаться. И, конечно же, получить подарок, работу, сделанную своими руками, которую ребенок всегда уносит с собой. Им всегда интересно заниматься и узнавать что-то новое. А скажите, родители бывают, приводят своих детей или походил ребенок в студию, в кружок, и потом хотят сами? Вот есть такие примеры у вас, наверное, уже, мне кажется, что родители вдруг сами начинают увлекаться и заниматься чем-то. Да, но у меня много родителей, которые помогают детям. Например, работа вот эта с «Ангелом» создана ребенком с моей помощью и с помощью мамы. И вот эта мама, она очень часто помогает своему ребенку. То есть вовлекаются родители в этот процесс уже сами по себе, да? Да, они активно помогают добыть природный материал. Например, на их участке может расти туя, которая сейчас очень важна для изготовления веночков. Они приносят сейчас природный материал, который выращен своими руками. И, конечно же, вместе с детьми проходят эти техники. Это помогает сближению родителей и детей. И вот работа получается самая замечательная. Ну и Рождество – такой праздник, когда принято дарить подарки. И поэтому подарок, сделанный руками таких талантливых детей, я думаю, самый лучший будет в любом случае для бабушки, дедушки, для папы, мамы, для любого человека. А для близких, когда видят, что твой ребенок еще создает такую прекрасную игрушку, либо сувенир, мне кажется, это и гордость охватывает, и здорово понимает, что ребенок не просто так ходит баклуши бить, а именно занимается делом. Да. А следующий год – год петуха. Петух, он любит домовитость, хозяйственность. И поэтому очень хорошим подарком будет подарок своими руками. Трудно вот такого сделать петушка? Но ребенку, наверное, будет трудно его сделать. Это техника ТЭДИ. Она отличается от обычной игрушки тем, что шьется из старых материалов. Это плюш антикварный, вот петушок сделан. Внутри шарниры, с помощью которых двигается игрушка. То есть это такой каркас своеобразный там, да? Тут опилки. Хотя дети многие кричат, я тоже хочу с опилками. Но мы пока делаем на синтепоне все. Здесь еще проволока вставлена, и из пластики сделаны детальки. Вот лапки, клювик, из шерсти свалены дополнительные детали. И от гребешка до коготочков – это вы все сами делаете, все детальки? Это все вручную, да. Ну, для меня тоже это всегда фантастика. Когда видишь такую красивую игрушку и понимаешь, что можно само сделать, но, к сожалению, увы и ах. А вам удается. Вы давно занимаетесь, Настя, игрушкой? Я занимаюсь уже с 2010 года игрушкой ТЭДИ и куклой. В основном я изготавливаю авторские куклы, либо портретные. А игрушек ТЭДИ делаю тоже по своим выкройкам из разных материалов. Вот это плюш, а в чемоданчике там разные материалы. Там и немецкие, итальянские, и ткани. Ну, там целый зоопарк. Восхитительный просто зоопарк у нас сегодня. И вообще замечательные игрушки. Вы создали прекрасное нам настроение в этот праздничный день. Подарили много чудес и радости. Я хочу поблагодарить вас, поздравить с Рождеством и пожелать вам радости творчества. Прежде всего, вы сами себе делаете праздник, мне кажется, каждый день. Да, это каждый день. Пусть этот свет несут дети своим близким. То, что они делают для нас, дарят нам свое творчество. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Во все времена тема Рождества, как и сама зима, вдохновляли художников на создание великих произведений. Еще в 16 веке Питер Брегель-старший в Нидерландах невольно ввел моду на зимние пейзажи. Его «Охотники на снегу» из цикла «Времена года» – не просто жанровые сцены и сельской жизни. Это своеобразный портрет мира. Бог не смотрит на землю с далеких небес, а пребывает в каждой частице мироздания. Эту простую истину художнику удалось выразить в одной корсине. В преддверии зимы мы как-то особенно ощущаем, что грядет новое время года со своими проблемами, с холодами, со снегами. И, конечно, вспоминается живопись. Ведь многие художники очень интересно и глубоко сумели раскрыть эту тему. И, наверное, в первую очередь в круге этих мастеров вспоминается Питер Брегель-старший. К сожалению, мы очень мало знаем точных биографических сведений о жизни художника. Даже дата рождения плавает между 1525 и 1530 годами. Предполагают, что он родился в деревушке, местечке Брегель, отсюда, в общем-то, и его фамилия. И только в начале 50-х годов уже он примыкает к большим мастерам Нидерландов той эпохи. Он учится, он овладевает гравюрой и становится таким признанным растущим мастером. В середине 1560-х годов он создает серию работ. Ее называют по-разному. Иногда месяцы, иногда времена года. Некоторые предполагают, что он действительно задумал 12 работ. Но то, что мы имеем, то, что сохранилось, это 5 работ. И вот среди них жатва, сенокоз, хмурый день, возвращение стада и зима охотники на снегу. Говоря о конкретной этой работе, что в первую очередь привлекает? Это замечательно найденный эффект свежевыпавшего снега. Вот этот тональный цветовой контраст стволы оголенных деревьев и снежок, так сказать. Фигуры охотников и снежок. Собаки, уставшие там, бредущие, и снежок. Наконец, это совершенно уникальный пример композиционного мышления, нового такого, смелого. Слева улицы уходят в глубину, там добротные домики такие. Умели строить крестьяне в 16 веке. И они заняты своими делами. В Риге сбозятся зерном, там еще какие-то заботы. То есть какая-то цельность мира этого живого. А потом резкий уход вниз. Мы не видим склоны этого врага. Только внизу в глубине видим два больших пруда, озерца таких. И на них разворачивается снова картина жизни. Там рыбу ловят, белье стирают, на коньках катаются. Десятки сцен таких, которые раскрывают опять-таки жизнь, быт, заботы, забавы. Вот. И дальше пруды кончаются и поднимаются снова пространства по склонам двора. И горы упираются в небо. Вот эта такая наполненность, так сказать, живым ощущением человека в природе – это совершенно уникальное явление. И долгое время, пожалуй, не было, да, наверное, и нет такого художника, который в такой мере почувствовал органическую связь человека и окружающего его мира. Мира природы. В Советском Союзе, вот в бывшем, одна или две работы, несколько рисунков. То есть наследие очень небольшое. И поэтому, в общем-то, мы изучаем Брейгеля больше в репродукциях, в интернете. Но, тем не менее, каждый серьезный художник вот как-то соприкоснулся с ним и что-то для себя нашел, почерпнул и освоил. Говорят, Рождество – это не время года, это чувство. Чувство душевного тепла и желание дарить друг другу любовь и заботу. Об этих простых истинах вместе с американским писателем Ричардом Полом Эвансом сегодня рассуждает Александр Горюнова. Бестселлер «Рождественская шкатулка» в рубрике «Фарзац». «Рождественская шкатулка» Рождество – время, когда люди, не сговариваясь, настраиваются на ожидание чуда. Ритм жизни замедляется, серые дни зимы наполняются яркими огоньками и добродушным предвкушением праздника. В такую пору особенно хочется трогательных и теплых историй, которые наполнят сердце почти сентиментальной задумчивостью и верой в добро. Одной из таких историй можно считать небольшую новеллу Ричарда Пола Эванса «Рождественская шкатулка». Помимо полного тайн сюжета, у повести также богатая история. Напечатанная изначально автором в 20 экземплярах, она предназначалась только для круга друзей и родных. Однако вскоре автору начали поступать звонки с благодарностью от совершенно незнакомых ему людей, получивших копию книги в свои руки через длинную цепочку читателей. Интерес, проявленный к этой книге, не удивляет, ведь в этой небольшой, но весьма атмосферной истории таится настоящий дух Рождества. О сюжете можно рассказать кратко. Под Рождество молодая семья снимает часть дома у богатой вдовы Мэриан Паркин. Молодая чета быстро находит общий язык с мудрой и набожной хозяйкой, а сам дом наполняется теплой семейной атмосферой. Однако главу семьи по ночам будет тихая музыка из забытой на чердаке рождественской шкатулки. Внутри он найдет письма, которые не только помогут пролить свет на прошлое Мэриан, но и помогут ему самому не совершить ужасных ошибок, тратя время, которое мог бы провести семьей и в погоне за коммерческим успехом. Рассказывая о Рождестве, автор обращается не к рекламной его стороне, не к Санта-Клаусу, не к подаркам, не ко всеобщему празднованию. Рождество Эванса — это тихий и счастливый семейный праздник. Время, когда нужно, наконец, отвлечься от дел и вспомнить о первом и самом важном даре Рождества, о родительской любви к детям. Вполне благополучная жизнь героев переплетается с чужой утратой, с горем от страшной потери самых близких людей, что заставляет их, как и всех нас, когда мы с этим сталкиваемся, ценить время, которое мы проводим со своими близкими, ценить мгновение детства и не терять духа Рождества, духа чуда. Рождественская шкатулка Ричарда Эванса напоминает нам о том, что время, отведенное для нас и наших близких, однажды истечет и останутся только воспоминания. Но от нас зависит, будут ли это теплые воспоминания, к которым захочется вернуться, или сожаления о том, что мы не успели сделать. Возможно, Рождество как раз то самое время, когда можно изменить что-то в своей полной забот повседневной жизни к лучшему. Насладиться созвучием рождественских мелодий. В эти дни предлагают международный фестиваль хоров и коллективов инструментальной музыки. Участники форума «Рождественское созвучие» выступят на сцене Колосовского театра в Витебске, а также в знаменитых стенах Полоцкого Софийского собора, который по праву считается жемчужиной древнего зодчества с великолепным внутренним убранством и уникальной акустикой. Вот уже более 20 лет у нас проходят традиционные рождественские концерты. И в этом году хотелось бы отметить, что очень много гостей из Москвы, из Санкт-Петербурга и других городов нашей области. И самое, наверное, отрадное то, что принимают участие дети. У нас около шести хоровых коллективов, детских только будет. И поэтому я приглашаю заранее на концерт, который традиционно у нас проходит в 15.00 в театре Якуба Колоса. Ну и также симфонический оркестр детский из города Москвы, который будет выступать в 19.00. И 8-го числа в колледже музыкальном будет впервые исполнено месса американского композитора в исполнении молодежного хора. 8-го января будет концерт в Софийском соборе. И там примут участие наши гости из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. И там будет звучать музыка классическая и не только духовная. И детские репертуары, и народные песни. Так что приглашаем всех на концерт. Звучит музыка. 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 Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Для зрителя это был настоящий хит-парад, превосходящий по популярности финал песни года. Об одном из хитов, который подарил новогодний аттракцион, сегодня и пойдет речь в рубрике «Диез». Слава Богу! Пугачевой «Новогодний аттракцион». Но самое интересное в том, что один из главных хитов главной советской певицы был написан вовсе не для ее шоу и не для нее самой. Слава Богу! О подобном в те годы запретили даже и думать, поэтому программа получила банальное название «Новогодний аттракцион». Именно этот проект явился предтечей знаменитых рождественских встреч и собирал зрителей у телеэкранов на протяжении трех лет. Главным номером второго сезона новогоднего аттракциона стала его финальная песня «Айсберг». Пугачевой «Новогодний аттракцион» Авторы песни поэтесса Лидия Козлова и композитор Игорь Николаев изначально адресовали свое произведение вовсе не Пугачевой. Николаев, приехавший покорять Москву в 81-м, благодаря удачному стечению обстоятельств, стал участником ансамбля «Рецитал» пугачевского аккомпанирующего состава. Начал представить песни, но показывать свои работы хозяйке пока стеснялся. Именно поэтому «Айсберг» Николаев сначала предложил не такой раскрученной, но прогремевшей после фильма «31 июня» Татьяне Анциферовой. Опять в этот фильм Анциферова взяли вместо Пугачевой, и второй раз связываться с «Мстительной святой Примадонны» Татьяна не захотела. Посоветовала Николаеву молодую набирающую обороты Ольгу Зарубину, которая и стала первой исполнительницей «Айсберга». Причем пела эту песню в сопровождении гитары, партию которой исполнял ее тогдашний муж, солист группы Стаса Намина Александр Выгузов, ставший впоследствии известным под фамилией Малинин. Записи этой не сохранилось, а карьера Зарубиной, как и Анциферовой, закончилась в тот же день. А Игорь Николаев стал перед ультимативным Пугачевским «Или ты со мной, или ты никто». Молодой музыкант выбрал первое. «Айсберг» стал очередным хитом Аллы Пугачевой, а Николаев – одним из самых успешных эстрадных композиторов и уж точно самым молодым из них. Он считает, что песня «Айсберг» – это, можно сказать, начало его карьеры, первая песня. А я могу также сказать и о себе. И для меня песня «Айсберг» – это начало какого-то периода, нового, Николаевского периода. Я очень рада, что у него немного исполнительней. Я радуюсь за тебя, сынок, как всегда я тебя называла. Как пел из Пугачевой во все том же новогоднем аттракционе «Лучше поздно, чем никогда». Спустя 17 лет «Айсберг» нашел свою первую исполнительницу. Игорь Николаев, будучи уже самостоятельной фигурой шоу-бизнеса, не зависящий от пугачевского влияния, записал свою песню в дуэте с Ольгой Зарубиной, певицей, которая очень хорошо знает, как опасен в океане айсберг встречным кораблям. А я про все на свете с тобою забываю, а я в любовь, как в море, бросаюсь с головой. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под темною водой. Дни, которые следуют за Рождеством, зовутся святыми или святками. В это время принято проявлять милосердие и сострадание к людям, которые особенно нуждаются в нашей заботе и внимании. Иначе мы проходим мимо тайны Рождества Христова. С Рождеством вас, любви, счастья и добра вам и вашим семьям! А мы увидимся через неделю в программе «Время.Арт» на телеканале Витебск. Редактор субтитров А.Семкин